Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Тонут в канализационных отходах. Что не так с бесплатным жильем, которое выдают сиротам края? Станут ли развлечения дороже? Барнаульские парки отдыха готовятся к открытию. Угрозы, звонки поклонников и новости на балконе. Телеканалу Толк исполнилось три года. Прокуратура Алтайского края утвердила обвинение по громкому делу о гибели троих детей в результате ДТП. 29 ноября прошлого года в Тольменском районе на ЖД-переезде легковое авто с водителем, учительницей и четырьмя школьниками попало под поезд. В результате аварии трое детей погибли на месте. Педагога и выжившего ученика госпитализировали в больницу. 43-летнюю женщину, которая по собственной инициативе решила подвести детей от школы до дома, обвинили в преступлении. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности. Потерпевшими заявлены гражданские иски о возмещении вреда, причиненным преступлением, на общую сумму 10 миллионов рублей. В качестве меры обеспечения исков наложен арест на имущество обвиняемое. Уголовное дело будет направлено в прокуратуру и в Тольменский районный суд Алтайского края для рассмотрения по существу. Уже несколько лет дети-сироты из села Алтайское, которые получили бесплатное жилье, тонут в канализационных отходах. Дело в том, что застройщик построил дом с нарушениями и система канализации дала сбой. Мы встречались с жильцами этого дома полгода назад. После того сюжета ситуация привлекла внимание следкома. Изменилась ли жизнь сирот, узнавала Валентина Аскерова. Это по-русски сказать какашка. Это вот со всего дома. Здесь было вот все полностью затоплено. С работы приезжаешь, вот так воды удесят было, но воду туда не лью, как бы я опасаюсь. Я вот посуду помыл, чик воду набрал, пошел в винтаз вывод. Еще в сентябре прошлого года дети-сироты забили тревогу. Дом, который им предоставил региональный жилфонд, тонет в канализации. Материалы для труб, их диаметр и глубину залегания при строительстве выбрали неправильно. Труба как минимум 2-2,30 должна закопана быть, а по факту 27 сантиметров. Несколько раз в месяц жильцы делают генуборку, спасаются от наводнения, латают квартиры. Так в одной уже сгнил пол. Тут у меня все было, я тут славала, я замазывала, старалась буквально менее аккуратно. Сил уже нету. Вот как можем, делаем ремонт. После нашего сентябрьского сюжета о коммунальных бедах жителей ситуацией заинтересовался следком. Следователь говорит, что, ну, обещает, что все будет выполнено. Вот. Грубо говоря, он нас кормит только завтраками, потому что по факту ничего вообще не происходит. Звонили в САМБР на УЖКХА, они нам ответили, что, ну, они вообще не собираются, как бы, ничего устранять, никакие свои ошибки. А между тем специалисты регионального жилищного управления пояснили нам другое. Мол, сейчас идет работа по включению дома в краевую программу капремонта социально значимых объектов на этот год. А также управление готовит иск в суд к застройщику. Прорабатывается вопрос о возможности проведения работ по капитальному ремонту существующих наружных сетей водоотведения канализации за счет средств краевого бюджета. Если суд признает вину застройщика, то с него взыщут деньги на ремонт дома. Тем временем следкоминам сообщили, что все еще проводят строительную техническую экспертизу многоэтажки. Расследование самого дела продлено до середины июня. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В этом году исполняется 90 лет со дня рождения известного поэта Роберта Рождественского. Ежегодно в июне сотни людей собираются в Косихинском районе на фестивале. 2022 год исключением не станет. Подготовка уже ведется. Один из этапов – озеленить фестивальные зоны. Совместно с администрацией Косихинского района этим занимается и группа компаний «Союз». Подробности у Дмитрия Дроздова. Этот саженец – один из трех тысяч деревьев, которые появятся в Косихе к фестивалю Роберта Рождественского. Группа компаний «Союз» выбрала Косихинский район для своей ежегодной зеленой акции. И место не случайно. В этом году исполняется 90 лет со дня рождения Рождественского. Праздник будет особенным. В рамках подготовки к нему муниципалитет озеленяет фестивальную зону. Мы ежегодно принимаем участие сами по своей инициативе, облагораживаем территорию. Все-таки экологическую обстановку мы пытаемся улучшить. Мы хотим себя позиционировать как предприятие экологическое. То есть это очень важный вопрос – сделать посадку зеленых насаждений для нашего будущего. Здесь высадят почти 3000 саженцев, сосны и порядка 70 маньчжурского ореха. Их приобрели на средства компании в алтайских лесничествах. Молодые кроны распустятся уже через пару лет. Я думаю, зеленая аллея четко впишется в естественную красоту нашего места. Добавим, фестиваль Роберта Рождественского состоится 25 июня. В нем примут участие известные актеры и певцы страны, танцевальные коллективы и ремесленники. Кстати, Косихинский район не единственный, в котором деревьев станет больше. Группа компаний «Союз» проведет посадки и в Калманском районе. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. От Алтайского края до Волгограда пять экипажей из Барнаула примут участие в патриотическом автопробеге, организованном Федерацией независимых профсоюзов России. Наш регион представят лидеры и активисты местных профсоюзов. Первый пункт назначения – Новосибирск. Там автолюбители встретятся с экипажами, стартовавшими из Владивостока. Затем колонна двинется в сторону Омска. Уже оттуда до Кургана, Екатеринбурга и столицы России. Соответственно, к первому мая мы должны приехать в город Москва, где пройдет первомайский митинг под этим же лозунгом на Красной площади. И после этого мы двигаемся дальше и едем в Волгоград. И 9 мая в Волгограде тоже пройдет уже митинг. В барнаульских парках подорожают аттракционы. Стоимость расходных материалов, нарушение логистики и прочие финансовые сложности ударили по сфере развлечений. Кстати, до открытия сезона осталось чуть больше недели. Как в парках готовятся к этому событию, смотрите далее. Готовиться к открытию сезона здесь начали еще в марте. В парке отдыха «Центральный» вовсю идет расконсервация аттракционов, ремонт парковой мебели. Скоро установят второй бассейн. В ближайшие дни территорию обработают от клещей. И уже 1 мая парк будет готов ко встрече с маленькими посетителями. А родителям надо будет готовиться к тому, что развлечения могут стать дороже. Аттракционы парка сданы в аренду. И за стоимость услуг на аттракционы отвечает арендатор. И он заверил, что начнем сезон со старыми ценами на аттракционы. А дальше уже будет видно, как будет как раз развиваться вот эта ситуация. 1 мая откроется и парк «Солнечный ветер». Кстати, мероприятия на 1 июня здесь уже расписаны. В этом сезоне дети оценят новый аттракционный колокольчик и пароходик. Уже известно, что билеты на аттракционы подорожают. Во-первых, идет инфляция, изменяются цены. Так нам все равно надо покупать всякие запчасти, комплектующие. Опять же, просто материал те же самые, как вы говорите. Ленты, туалетную бумагу и так далее. Поэтому цены немножко подросли. Где-то от 7 до 14%. Парк «Орликино» уже открыт для прогулок. Здесь пока держат в секрете, какими новыми развлечениями будут удивлять посетителей. Известно, что в парке меняют интерьеры и озеленяют территорию. Экономическая и геополитическая обстановка «Орликино» естественно тоже ударила. Поэтому, например, за дефицита кассовой ленты здесь планируют перейти на электронные чеки. Слегка округлить цены на билеты здесь тоже придется. Все расходные материалы, как бы у нас расходы увеличились. Соответственно, в этом сезоне мы были вынуждены нашим работникам поднять зарплатную, фонд заработной платы. Отразилось на нас ощутимо, так скажем. Повышать цены критично мы не будем, потому что покупательская способность сейчас нестабильна. Отметим, что все парки Барнаула откроются только после проверок надзорных органов. Все аттракционы, в том числе батуты, должны пройти регистрацию. Работать городские парки будут с 1 мая и до конца сентября. Впереди 5 месяцев катапульты, горок и сладкой ваты. Валентина Аскерова, Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Крыша течет, фасад разрушается. Жители одного из домов барнаульского поселка Научный городок устали жаловаться на нечеловеческие условия. По их словам, несколько лет в управляющей компании им говорили, что выход лишь в признании здания аварийным. Как выясняется сейчас, людей вводили в заблуждение. К вопросу подключились депутаты Единой России. София Яценко продолжит. Уже несколько лет в этом доме течет крыша, фасад разваливается. Дом постепенно рушится. И обращения в управляющую компанию проблему не решают, говорят жильцы. В моей квартире выпали все кирпичи над балконом, над всеми окнами. И поэтому все бежит. По словам властей, управляющая компания, которая ранее обслуживала дом около 15 лет, вводила людей в заблуждение. Говорили, что выход из ситуации один – признать дом аварийным. Но 56 лет для здания, объясняют специалисты, еще не возраст. Хотя дом и пришел не в лучшее состояние из-за бездействия прежней управляющей компании. Вполне еще он способен простоять после капитального ремонта. А признание ветхим аварийным может затянуть достаточно надолго. Вот такой узел, и жители окажутся заложниками, потому что никто не будет производить тогда, естественно, капитальный ремонт и так далее. И фактически жители вынуждены будут жить в тех условиях, которые есть, и ждать расселения. Помочь собственникам ускорить капремонт вызвались депутаты партии «Единая Россия». Совместно с городской и районной администрацией им удалось перенести сроки ремонта на 22-й год. Мы сегодня ждем подписания Минстроем краткосрочного плана, где уже этот дом, куда он внесен. То есть ожидается, что план будет подписан до 1 июня этого года. И после этого, после проведения конкурсных процедур на разработку проектно-смертной документации и проведения конкурсных процедур непосредственно на сами работы, уже как бы можно будет приступить к их выполнению. А пока здесь ограничили проход вдоль фасада и подъездов, где могут падать кирпичи. Вопрос на личном контроле краевого депутата Александра Лисицына. Можно я вам скажу, поверьте мне на слово, если погодные условия позволят, через неделю больше ничего не будет, вам все сделают. Ой, дай бог. Максимум полторы. Хорошо. Я вам обещаю. Думала, опять будут вот так вот завтракать. Так как сегодня вот услышала, я даже рада столько вот этих руководителей, но все-таки лед тронулся, наверное. Все-таки есть бог на свете, нас жалеет, наверное, все-таки. Жильцы надеются, что заявка на капремонт их дома будет одобрена. И следующую зиму они встретят с прочной крышей над головой. София Цинк, Алексей Фризин. День с толком. Несмотря на политическую ситуацию в мире, все профилактические вакцины поступают в Алтайский край в полном объеме. Об этом сегодня сообщили в Минздраве региона. Накануне стартующей недели иммунизации врачи в очередной раз напомнили о необходимости ставить прививки. Мы не работали раньше на импортных вакцинах. У нас все вакцины есть отечественного производства. Слава богу, в этом отношении мы, наверное, очень хорошо защищены. Было бы только желание приходить, люди добрые. Неделя иммунизации как раз повод напомнить, чтобы приходили. Ведь благодаря прививкам, по словам медикам, в крае давно не регистрируют случаи заболеваемости дифтерией, два года не фиксировали кори паратит, были единичные случаи заболеваемости гепатитом В. Частенько мамы еще до рождения малышей принимают решение не ставить прививки, порой забывая, что без прививочной карты можно остаться без детского сада. Такая проблема есть, поэтому мы начинаем по-хорошему работу даже с беременными, с будущими мамами рассказывали, что у вас родится ребенок, и вы должны его, буквально, как я сказала, с первых часов жизни он должен быть вакцинирован. Сегодня врачи напомнили, что в весенний период активизации клещей лучшей профилактикой энцефалита служит прививка. И хотя сейчас ее ставить тоже можно, заботиться об этом стоит за полгода. Кстати, прививку от клеща можно ставить и детям, если малышу уже исполнилось три года. К тому же детские прививки бесплатны. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Ровно три года назад в этом павильоне был записан первый выпуск программы День с толком. С этого началась наша история. Это был абсолютно новый канал для Барнаула и Алтайского края в нетипичной цветовой гамме для новостей. Желтый, белый, черный. Нам кажется, что мы до сих пор остаемся такими же дерзкими и непохожими на всех остальных. Как мы пережили эти три года, смотрите в следующем сюжете. Не-не-не, я вас туда не удерживаю. Я не могу ключи найти, представляете? Сергей Сухоруких заблокировал нам выезд. А между тем, это воспрепятствование журналистской деятельности. Все эти годы мы старались помочь нашим зрителям, чтобы кому-то провели воду спустя 30 лет, чтобы близкие нашли друг друга спустя 40 лет, чтобы на аварийном участке появился светофор и чтобы чиновники не расслаблялись. В одном из номеров этой базы обнаружено 4 трупа. На территорию пока не пускают. На базе продолжают отдыхать люди, но давать комментарии им запретила администрация. Ребята, я что непонятно сказал, вы на частной территории. И не снимайте. Не снимайте, вы на частной территории. И куда настолько не забрасывало за эти три года. В очередной раз пострадало Черницкое кладбище. Часть могил здесь оказалась размыта. Кресты и памятники упали. К счастью, телевидение пока еще не научилось передавать запахи миазмов. Ну а прямо сейчас мимо меня идет специальная колонна. Здесь парад флагов. Это отдельная церемония. Это отдельная церемония. Если вы думаете, что я прямо сейчас просто... Тебя узнают на улице? Да, и к счастью, и к сожалению. Даже пару раз просили сфотографироваться со мной. Ты шутишь? Я серьезно говорю со мной в фото. Но это было неправда. Это было серьезно. А что с тобой произошло за эти три года? Слушай, ну мне неоднократно угрожали. Прямо непосредственно на съемках. Один раз был очень страшный момент. Причем я поработала месяца два. Мужчина в бийске на съемке кидался на меня с отверткой. Не так давно я снимала сюжет про шизофрению и искала героев. И вот один из них стал нашим постоянным зрителем. Звонит в редакцию, предлагает разные темы. И просит постоянно меня к телефону. И говорит, что если я с ним не пообщаюсь, то произойдет убийство. И мне приходится с ним разговаривать. Три года вымогают деньги. А кто вымогает деньги? Вы их нашли? Угроза выстрела? Как на войне? Да скольки работаем? Ну, по-разному. Я лично помню, как мы в течение месяца работали из дома. Общались исключительно по интернету. Писали с балкона новости. Но это было, знаете, чем-то таким объединяющим. Во время пандемии мы почувствовали, что стали глазами наших зрителей. Тех, кому пришлось перейти на удаленку или карантин. Мы освещали проблемы медицины, нехватки лекарств. И, конечно, мы были в красной зоне. Все эти годы мы развивались. Наши журналисты выигрывали конкурсы федерального масштаба. Одно из наших самых, пожалуй, главных достижений за эти годы – это то, что мы наконец-то попали на 22-ю кнопку. Потому что до этого события мы были на 255-й, на 548-й кнопке. То есть у разных кабельщиков, на разных кнопках. Наши телезрители часто путались. Теперь мы очень рады, что нас смотрят. И действительно смотрят. И самое главное – нас вдохновляют наши зрители. И то, что мы можем сделать для них. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаул стал третьим городом в стране после Москвы и Санкт-Петербурга, где представителей движения «Мусора больше нет», проводят акцию «Рекс Пекс Эко Квест». В течение недели участники квеста – дети от 6 до 12 лет – в ежедневном режиме получают задание на тему экологии и экологичного потребления. Чему учат малышей, узнавала Татьяна Голубева. Беру вот эту вот коробку, простовую руку. Там дырка, и когда дырка появляется, я ее складываю. Валентине пока 5 лет, но вместе с мамой они решили, что это не помеха для участия в «Эко Квесте». Тем более Валин и родители еще до ее рождения сортировали мусор, теперь просто делают это вместе. Включается даже Семен, самый младший в семье. Каждый день на протяжении недели организаторы квеста присылают им разные задания на тему экологии и экологичного потребления. К примеру, на днях семья перерабатывала дома использованную бумагу. Посмотрите, какие у нас получились красивые сердечки Валентинкина на следующий год. Валь, какое сегодня задание у тебя? Сделать видео и сортировать мусор. И еще мы ходили обувь ремонтировать. То есть нужно показать, что можно не только новую покупать, но и старое отремонтировать. Видео с заданиями Кудрявцевы отсылают в группу ВКонтакте. Туда же свои отчеты шлют и другие участники. В этом году «Эко Квест» проходит в трех городах – Барнауле, Москве и Санкт-Петербурге. В краевой столице, говорят организаторы, сначала заявилось больше 40 участников, осталось 7. Может быть, многие родители подумали, что это больше будет теория, чем у нас там и теория, и практика. Может быть, все-таки еще погодные условия тут повлияли. Никому в такую погоду сильно не захочется искать эту площадку, тащить своего ребенка. Ну и все-таки, да, самому тоже нужно быть маленько в теме экологии, раздельного сбора. Семью Кудрявцевых дождем и холодом не испугать. Задание – найти площадку с раздельным сбором мусора, а она у них во дворе, успешно выполнено. Это главное. Давай скорее. Пошла путешествовать. Победители Экоквеста выберут уже скоро, с учетом набранных баллов. Предпочтение отдадут конкурсантам, которые выполняли задания в большей степени самостоятельно. Они все доверили родителям. Главный приз – проживание в гостевом доме Горного Алтая. А еще интересные настольные игры и не только. Кудрявцевы очень верят в победу. Но даже если этого не случится, все вместе продолжат сортировать мусор, потому что понимают, для чего это делают. Чтобы природу беречь. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком. Ничья. Футболисты «Динамо» Барнаул провели свой первый домашний матч против команды из Екатеринбурга «Урал-2». Как ни старались наши футболисты, впрочем, как и их соперники, итог встречи – все же ничья. Закономерно она ничья, наверное, имели моменты мы, наверное, имели моменты «Урал». Поэтому, наверное, все-таки по игре, наверное, ничья, она, наверное, закономерна. Это, конечно, чтобы у нас была комплектованная команда хорошо. Опять же, не в обиду нашим молодым игрокам. Но пока еще школьники, конечно, которые еще на КПК, как бы, и очень сложно. По словам болельщиков, настоящий футбол длился всего лишь первые семь минут. Дальше дождь превратил поле в грязь. Футболисты проскальзывали, мяч не летел, а прыгал. Поэтому, кроме вязкой игры и суеты в штрафной вратарей, зрители ничего и не увидели. 0-0, и барнаульцы продолжают хандрить. За 10 матчей ни одной победы. В турнирной таблице «Динамо» на 12-м месте из 15-ти следующую игру «Белоголубые» проведут в это воскресенье против Челябинска. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире и хороших вам выходных! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!